Всех благ и пусть будет мир. Добрый день. В эфире «Найонтапан на русском». Гость программы – председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян. Добрый день, господин Хазмалян. Спасибо, что приняли наше приглашение. Вы пишите, что 101-й день, 102-я база Министерства обороны России пытается превратить Арцах в 103-ю базу. Это как? Это горькая шутка. Смысл ее в чем. Арцах находится в блокаде. 101 день. Многие наши соотечественники в последние дни особенно спрашивают, а вот как насчет решения Гаагского трибунала? Ведь вроде бы было сказано, что немедленно надо открыть Лачинскую дорогу и ничего. Вот ваш Гаагский трибунал, вот вам всемогущий, ужасный и великий Алиев, с которым Гаага ничего не может сделать. И я устал уже объяснять серьезно свое мнение на этот счет, поэтому попытался вот такой горькой шуткой что-то объяснить. Кто закрывает дорогу? Надо понимать. Мы об этом с вами говорили, но приходится вновь и вновь это говорить. Во-первых, достаточно посмотреть на видео, на фотографии тех, кто не был там. Дорогу закрывают российские войска. Они почему-то называют себя миротворцами. Ну, причина этого недоразумения, наверное, та же, по какой азербайджанские террористы называют себя экологами. Они уже в Новрус, там какой-то деятель обещал добавить кровоармян к кебабу. Были даже такие вот вещи. Ну, главное не в этом. Главное в том, что блокада продолжается, несмотря на решение Гаагского трибунала. Почему? А потому, что по той же самой причине, по какой Гаагский трибунал объявил Путина военным преступником, но он еще не арестован, просто потому, что это Россия. Гаагский трибунал вынес свое заключение, и оно в свою очередь будет исполнено. Однако, это ответ на вопрос, почему решение Гаагского трибунала не выполняется Азербайджаном. Потому, что блокаду осуществляет не Азербайджан, не экологи заблокировали сто тысячную с лишним армянскую общину в Карабахе, а русские войска. И они с азербайджанскими экологами действуют в плотной связке, в координации. Вот почему я написал, что 102-я база, ну это, так можно назвать Армению, она оккупирована российскими войсками, российскими государственными монополиями, российским политическим влиянием, экономическими, информационными и так далее, спецслужбами. И вот сейчас мы видим, что Арцах пытаются превратить в 103-ю базу. Ну, название на самом деле условное, если у нас 102-я, у них 103-я. Ну, там их, да, базы, можно так и так и понять. Вот что происходит в Арцахе, в Армении. Спасибо. Получается, что Гаагский суд указал на неверный адрес? Нет, как раз в том-то все и дело, что Гаагский суд прекрасно понимает, кто стоит за этим, за этой блокадой. Это понимает мировое сообщество. Однако это не понимают или делают вид, что не понимают в Армении, где об этом официально не говорят. И мы понимаем, почему не говорят. И вот из таких недомолвок, из таких умолчаний состоит то недоразумение, которое, к примеру, так ярко выразилось в последние часы, когда министры иностранных дел Армении и России встретились в Москве. И это был какой-то фейерверк несуразности и абсурдов, когда люди говорят одно, подразумевают другое. В худшем смысле этого слова. Скажем, вдруг Лавров заговорил о Косовском варианте разрешения конфликта. И это удивительно, потому что еще месяцы, недели назад, я уже не говорю два года назад, когда Путин и Лавров, и Алиев в один голос ствердили, что Карабахского вопроса нет, он решен. Карабах — это Азербайджан. Что же с вами случилось, господа, что два года спустя вы вдруг заговорили о Косовском варианте решения. Ведь об этом говорили американцы во время войны, об этом говорит Европа. Но, и тут не все так просто. Лавров искусно манипулирует, как наперсточник, понятиями. И оказывается, если вслушаться в то, что он говорит, он говорит не о Косовском варианте, когда Косово международным сообществом признается территорией с правом на самоопределение внутри Сербии. Он говорит о матрешке внутри Косовской проблемы. Он находит проблему сербов, которые имеют право на самоопределение внутри Косова, которые, в свою очередь, имеют право на самоопределение внутри Сербии. То есть, он одно подменяет другим, употребляет те же самые слова. И без комментариев, без анализа широкая публика этого не понимает. И начинает удивляться, что же такое, вроде Россия стала говорить о Косово. Нет, Россия говорит не о Косово. Россия продолжает превращать, пытаться остаться в Карабахе, зацепиться за Карабах. И продолжает нагнетать войну. Потому что последнее обострение, которое, в общем-то, еще и не закончилось, оно произошло всего лишь неделю назад. В ночь с 14 на 15 войска Армении, Азербайджан, отряды самообороны Карабаха были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Потому что накануне состоялись очередные переговоры Москвы с Баку по вполне конкретному поводу. Накануне, до этого, Армения отказалась от квоты в секретариате ОДКБ. И надо было Армению быстро и жестко наказать. Наказывает Москва Армению в последнее время однообразно. Науськивая Азербайджан. Разрешая ему, потакая ему, более того, принуждая его к нападениям. Потому что Азербайджан этим очень серьезно рискует. И Алиев понимает. Поэтому он нервничает и говорит все время на повышенных тонах. Он кричит. Когда человек кричит, он плохо слышит, что ему говорят другие. Однако нападение не случилось. Потому что в ту же ночь, как стало известно, ему позвонил госсекретарь США Блинкин. И он сказал, что Соединенные Штаты и Запад прекрасно осведомлены о том, что по азербайджанским газо- и нефтепроводам протекает российский газ и нефть, а не азербайджанский. Во всяком случае, в подавляющем своем большинстве это происходит так. И что если Азербайджан всерьез решится на новую эскалацию, то он будет подвергнут очень жестким санкциям. Этого оказалось достаточно. Азербайджанцы отползли. Войска были отодвинуты. Хотя не очень далеко. Подождав неделю, Блинкен позвонил уже Пашиняну и сделал заявление, вернее, их разговор был интерпретирован в заявлении, где говорилось, что только мирные переговоры являются выходом из конфликта. Многие в таком случае спрашивают, почему же Соединенные Штаты, Запад коллективный, как говорят, в России, не применяют уже сейчас жестких санкций против Азербайджана. Почему не вводят войска, например. Тут есть много причин, но достаточно назвать одну. Американцы прекрасно понимают, что за Азербайджаном здесь, в Армении, в Арцахе, как за Донбассом и Луганском в Украине стоит Москва. И поэтому конфронтация будет не с Азербайджаном, а с Москвой. А распылять силы, средства, войска, финансы и политическую, дипломатическую энергию на два фронта, открывать второй фронт, к чему так стремится Москва, Соединенные Штаты и Европейский Союз не хотят. Поэтому они не загоняют пока Алиева в угол, для того, чтобы сохранить какую-то еще договороспособность, для того, чтобы вопросы решать с телефонными звонками. Это, согласитесь, дешевле, и это не стоит человеческих жизней. Пока это работает, они будут работать в этом духе. В справедливости ради надо отметить, что такой же телефонный разговор был и с Алиевым. Не только с Пашиняном. Да, действительно, первым был разговор с Алиевым. Нет, первым был разговор с Алиевым, 15 марта. 15-го был с Алиевым, потом вы через неделю был с Пашиняным. Главный разговор был 15-го с Алиевым. Потом опять с Алиевым. То есть, надо было повторить и закрепить. Первый разговор, я помню, все каналы давали со ссылкой на вас информацию, что в эту ночь вы сообщали, в эту ночь США, и, по-моему, Европу вы сказали, остановили Алиева. Было такое, да? Но это было негласно. То есть, сообщений официальных не поступало. Ну, как видите, неделю спустя. Неделю спустя уже официальные телефонные разговоры. Моя информация подтвердилась. Да, ваша информация подтвердилась. Итак, мы до вопроса, я вам задам опять тот же вопрос, который вчера моему гостю я задала, кому сегодня может быть нужна война в нашем регионе, до того, как мы перейдем к этому вопросу, вы упомянули вот этот небольшой, очень неприятный видеосюжет, который азербайджанцы с удовольствием распространяют. Это, ну, мы уже привыкли к таким психологическим трюкам. Вот вопрос такой, им нравится быть в роли варваров, они любят демонстрировать свои, что у них есть звериные инстинкты. Я не понимаю, что это, это ведь видят не только в Армении, это весь мир видит, уже, я так думаю, что в этот век информационный, то, что они направляют на Армению, думая, что они вот таким образом психологическое воздействие оказывают, они себя тоже ведь демонстрируют. Что это за видеоматериалы такие? Инстинкты есть у всех. Человека поскребешь под тонкой оболочкой цивилизации, скрывается зверь. Но цивилизация, культура, это система тех запретов и табу, которые человечество за несколько тысяч лет своего существования в качестве цивилизации на себя приняло. И человек от животного отличается именно способностью контролировать свои инстинкты, свои желания, потому что мы ведем себя или должны вести себя так, как хотели бы, чтобы другие ввели по отношению к нам. И таким образом я не хочу ставить моральных каких-то оценок, это не моя задача. Я занимаюсь политикой сейчас, а не морализаторством. Я думаю, что Азербайджан сознательно или бессознательно загоняет себя все глубже и глубже в ту яму, из которой нынешний режим Баку уже не выберется. Об этом говорят в Европарламенте, об этом говорят в европейских отдельных парламентах. Госдепартамент опубликовал отчет, о котором я хотела пару слов сказать, но они все перечислили, все эти ужасы. Что творилось в эти... На самом деле, да. Это тяжело читать, это тяжело смотреть, и тем более чудовищно подвергаться всему этому. Но это подтверждающие факты там есть. Почему? Поэтому спрошу, им нравится это в этом качестве выступать? Я не готов отвечать на вопрос, нравится ли это им или нет. Они так воспитывают своих детей, мы это видели. Но именно мы и должны отличаться от них. Мы, борясь с варварством, не должны сами становиться варварами. Это старинная формула. Борясь с драконом, побеждая и убивая дракона, самое главное, что ты сам должен не стать драконом. Иначе зачем вообще эта война? И здесь, на самом деле, очень глубокий смысл в том, что Европа и Америка пережидают, делают паузу и дают им высказаться. Смысл этого в следующем. Сейчас идет война цивилизаций. Это не война за территорию. Война между Арменией и Азербайджаном, это не была война за территорию Карабаха. Как пытались это представить. То же самое происходит и в Украине. И Европа, и Америка это прекрасно понимают. Не за овладением Мариуполем, или Мелитополем, или Конотопом идет война. Это война цивилизаций. Где одна часть, одна сторона отрицает право другой на человеческий образ. Дегуманизирует его. Называет фашистами, нацистами, как угодно. Дело не в этом. Дело в том, что это война между демократией и диктатурой. Это война между цивилизацией и антицивилизацией. И вот почему Соединенные Штаты и Европейский Союз провели границу. И на эту границу, буквально несколько дней назад, совершенно демонстративно, приехал никто иной, как бывший генеральный секретарь НАТО Андерсфок Расмуссен. Он встал около шлагбаума под армянским флагом в начале Бердзорского-Лачинского коридора. И сказал, мы не будем спокойно, закрыв глаза, смотреть, как на наших границах происходит гуманитарная катастрофа. Мы этого не позволим. Что это за наши границы? Это именно то, о чем и в вашей студии я говорил много раз, несколько месяцев назад и недавно. Наши границы, словами Европы, европейских лидеров и такого авторитетного политика, как Расмуссен, возглавляющего сейчас Расмуссен Фаундейшн, это означает, что Армения рассматривается Европой как граница Европы. Именно поэтому здесь стоят европейские наблюдатели. Они стоят на границе Европы с Азией. И Азербайджану, России, да и нам был дан шанс. Выбирайте, с кем вы, кто вы, Европа или Азия. То есть цивилизация или варварство. В данном случае я не хочу сказать, что Азия это варварство. Это условное название. Но Европейский Союз и НАТО это не условное обозначение. Это вполне конкретные военно-политические союзы в защиту западных ценностей, человеческих ценностей, христианских ценностей и цивилизации. Азербайджан свой выбор на этих днях делает. И подождав, дав ему возможность этот выбор сделать, чтобы это не выглядело голословно. Да, это за счет 100-дневных мучений арцахских армян. Это за счет того, что там сегодня опять вырубили газ. Да, прикрыли газ. Да, опять стреляли, убивали полицейских. Но это все не исчезает. Вообще энергия в материальном мире не исчезает. А в духовном тем более. И вот поэтому это очень важно. Поэтому нам нужно стратегическое терпение и стратегическое спокойствие. Для того, чтобы весь мир окончательно сделал вывод. Армения вместе с арцахом должна быть на стороне демократии. И должна быть под защитой демократических военно-политических союзов. Это то, что является программой Европейской партии Армении. Вы знаете, я бы хотела обратить ваше внимание на одну маленькую деталь. Я не знаю, ошибка была Расмуссона это или нет. Я думаю, что вряд ли. А вот говоря о границах, он говорил, кстати, это было в контексте того, что в Карабахе гуманитарная катастрофа. Говоря о Карабахе, он говорил о границах. Это Карабах тоже рассматривается как островок демократии? Или это все-таки надо отдельно от контекста рассматривать? Я не стал бы догадками в данном случае доказывать вашу правоту. Для этого именно в эти дни был опубликован совершенно не случайно рейтинг демократий. И Нагорный Карабах в этом рейтинге занимает отдельную позицию. Обратите внимание, не Шамхурский какой-то там или Тертерский район Азербайджана или Кутайский район Армении не выделены в числе стран. Но Нагорный Карабах именно этими словами занимает там свое почетное место. Это по-моему 37-е, Армения 56-е, а Азербайджан 9-е, ниже даже чем Россия. То есть там по баллам. Таким образом, Human Rights Watch, Amnesty International и другие организации, которые обладают влиянием на принятие политических и экономических решений, экономических я имею в виду в виде санкций и в виде дальнейших преференций, они заявляют, что Нагорно-Карабахская область автономная, неавтономная, пока этот статус еще ей не придан. Но это политическая единица, которая на много десятков позиций опережает ту страну, которая претендует ее владеть, ее контролировать. Таким образом, следующий шаг это вывод. Не может диктатура безнаказанно поглотить демократию. Демократия будет защищена. Именно поэтому я и говорю, что надо отказаться от фидаинского, атаманского лозунга «мы одни и мы должны любой ценой и силой защищаться». Мы не можем защищаться силой от превосходящих сил. Мы должны найти себе союзников. И эти союзники нам предлагают свою помощь и защиту. Вот почему демократия – это самая лучшая оборона Армении и Арцаха. Отсюда следует вопрос, по каким правилам сегодня играет Армения? – Здесь я хочу сказать то, что собираюсь в ближайшие дни сказать премьеру Пашиняну. Если позволите, я сначала скажу это вам, пользуясь этой возможностью. Я обратил внимание на одно обстоятельство. Первые два года нахождения у власти Пашиняна, его внутренняя политика – это были попытки реформ, это были попытки прогрессивных каких-то изменений. Но они оторвались от внешней политики. То есть во внешней политике ничего нового не происходило. Он на второй же день прихода к власти сказал, что наша геополитическая стратегия не меняется, мы остаемся союзниками России, а вот внутри страны мы сделаем то-то, то-то, то-то. И вот этот разрыв между внутренней политикой, где были попытки бороться с коррупцией, безнадежные, естественно, где были попытки радикальных серьезных реформ, которые тоже, в общем-то, не удались, арестов, люстрации, ничего из этого не было доведено до конца. Но у этого был один результат. Этот разрыв между внешней и внутренней политикой привел к тому, что в 2020 году началась война. Потому что внешняя политика и внутренняя политика в одной стране, тем более такой маленькой, не могут противопоставлены быть одна другому. Невозможно бороться с коррупцией в стране, где самая коррумпированная сила – это российские госмонополии. И тому много примеров. Он, например, инициировал скандальное расследование в РЖД, на железной дороге, где были не только выявлены, а просто сданы в суд документы о хищении 300 миллионов долларов. Для Армении это чудовищные суммы. 108 миллионов уже были доказаны. То же самое происходило в области газа, электричества. Ни одно из этих дел не было доведено до конца. Просто потому, что в решающий момент звонил Путин или Лавров, и этот вопрос снимался с повестки дня. Мы все помним, как уже посаженный в тюрьму Кочарян был выпущен по личному звонку Путина. И в 2020 году весь этот балаган закончился войной. Так вот, выявим 2020 год и посмотрим на 2021-2022, только что закончившиеся, и начало 2023. Мы видим здесь совершенно противоположную, зеркальную картину. Во внешней политике мы видим резкий поворот. По крайней мере, с середины, с конца 2022 года Армения день за днем делает шаги от, уходя от России, на разрыв этого несчастного, злосчастного стратегического союза, в кавычках, вырываясь из российско-турецкого капкана. Мы видим отказ от подписать документы ОДКБ, отказ от участия или приема у себя учений ОДКБ, от секретариата и так далее. Вместе с тем, во внутренней политике ничего не меняется. Мы видим одно за другим скандальные попытки какого-то экономического флирта с Россией. И мы видим, что чуть ли не главным налогоплательщиком становятся грузопереводящие фирмы. Хотя у нас не выросло в 7, 8, 10 раз производство, которое надо куда-то перевозить. Оказывается, что все это перевозится в Россию. Мы понимаем, и американцы понимают, и европейцы понимают, что на самом деле Армения становится одним из коридоров обхода санкций, наложенных на Россию. И все это очень дорого нам может стоить. В Молдове, Грузии уже были сделаны очень жесткие внушения. И сейчас все это может в любой момент сорваться и на нас. Ну, Шольц прямо сказал, мы следим, мы смотрим, пока смотрим. Да, таким образом, если разрыв между внешней и внутренней политикой привел к войне 20-го года, то разрыв сейчас в другую сторону, когда внешняя политика прогрессивна, радикальна, а внутренняя политика консервативна и регрессивна, он может привести, если не к гражданской войне. Нет, конечно, этого не будет, но это очень серьезное напряжение внутри общества, потому что практически экономические рычаги остаются у прежней власти, которая является проводником российской политики. И мы можем нарваться на то, на что нарвалась Грузия в виде Иванишвили, на то, на что нарвалась Молдова, где Майя Санду храбро борется с, кажется, Шор, фамилия тамошнего Иванишвили, тамошнего олигарха. И мы видим, что здесь тоже проходят конкурсы красоты на право быть армянским Иванишвили. Сейчас среди этих красавиц лидирует человек, присланный, как всегда, из Москвы. Возможно, его заменят на кого-то другого, но, во всяком случае... Через Арцах? Ну, да, да, да. Сейчас это Рубен Вартанян, до этого были другие люди, был и Царукян в этой серии, и Увика Абрамян, и Ара Абрамян. То есть, не с числа этим кандидатам на корону Российской империи в Армении, корону-наместникам. Но вот кто станет наместником, Кремль все еще не определился. Но это очень серьезная угроза. И Пашиняну я попробую доказать, что его пробуксовка в последние месяцы и годы с очень решительной внутренней политикой, с изменением того, о чем он говорил и обещал еще в 2018 году. Это, прежде всего, правовая база государства. Это, прежде всего, чудовищная коррупция и неэффективность юридической системы страны. Это в случае, если Пашинян сам не является участником этого конкурса? Если он является участником этого конкурса, то тогда логика уже не армянского, а мирового развития событий сметет его, потому что Армения не Пашиняном сейчас, а мировой демократией, западными центрами силы избрана как один из основополагающих пунктов распространения демократии и усиления западного цивилизационного влияния в Юго-Восточной Европе. Итак, по каким правилам играет Армения? Армения пытается играть по старым правилам новую игру. Но еще в Библии сказано, что в старые меха новое вино не заливают. Если кто-то не читал Библии, то, по крайней мере, они, наверное, знают, что бутылки из-под шампанского можно использовать только один раз. Спасибо. По каким правилам играет Алиев? Алиев здесь все проще. Он отчаялся, у него никак не получается флирт с Европой, который, казалось, еще год назад, в июле 92-го года, привел к блестящим результатам, когда фрау фон дер Лянчирикола о том, что это надежный партнер и все такое. Но, я думаю, нам и нашим друзьям, нашим лоббистам удалось переломить ситуацию. Сейчас французский, германский парламент очень жестко, европарламент тоже, говорит о том, что нельзя одну диктатуру заменять другой, и нефть, окрашенную украинской кровью, нельзя заменять на нефть, окрашенной армянской кровью. Об этом говорится открыто, и этого не произойдет. Понимая то, что флирт с Западом не получается, Алиев впадает в отчаяние и начинает кричать, стопать ногами, размахивать руками и брызгать слюной. Мы это все наблюдаем, его победоносные демарши, реляции. Однако, действительность далека от его ожиданий. Карабах продолжает оставаться под российским контролем, в Карабахе продолжают жить армяне, а Запад однозначно на уровне общественных организаций, и на уровне парламентов, и на уровне Организации Объединенных Наций. Ее генсека Гутерреши говорит о том, что у Нагорного Карабаха и у народа, живущего там, есть право на самоопределение. Хорошо. Есть информация, вот пришли к этому вопросу, кому сегодня может быть нужна война в нашем регионе. Есть разные мнения по этому поводу. Кто-то считает, что Алиев сам хочет вот этот Зангизурский коридор, другие говорят, его на это он сам не решается, его Израиль и Турция подталкивают. Турция не хочет быть видна в этой истории, но Турции очень выгодно это перед выборами иметь, этот Зангизурский коридор. Теперь его толкают, или он сам хочет, или вообще будет ли война. Просто сейчас очень много говорят об этом. Израиль хочет достать рукой до Ирана, и через Азербайджан пытается. В общем, это все вот из этой серии. Теперь давайте посмотрим, а действительно, что грядет? Вы знаете, политика это не архитектура. Она очень быстро изменяется, она очень изменчива. И если мы, скажем, месяц назад говорили о Турции, об Израиле в каком-то контексте, то сейчас мы, говоря Турция и Израиль, перед глазами видим совершенно другое. Мы видим Израиль, где четвертую неделю происходит чудовищная, огромная демонстрация протеста. Еще среди гражданская война, они уже об этом говорят. До полумиллиона людей в небольшой стране выходят день за днем на демонстрации. То есть, режим на Таняхо висит на волоске. И, соответственно, говорить о каких-то геостратегических планах, и тем более о плане войны с Ираном, ну, сейчас уже не серьезно, смешно. Говорить о Турции после землетрясения и тех потопов, которые сейчас там происходят, ну, в общем-то, тоже мы не говорим, сохраняя правила хорошего тона, в доме повешенного о веревке не говорят. Поэтому мы сейчас как бы не пинаем упавшую Турцию. Но, в общем, всем понятно, что какой Зангизурский коридор, о чем вы говорите, о какой рахаб России, как говорит Путин, какой великий Туран, они ежедневно по тысяче трупов продолжают извлекать из-под развалин. Тысяча трупов Россия зарывает в землю в Украине, тысячу трупов ежедневно Турция вытаскивает из-под земли, чтобы перезахоронять их. Это чудовищная ситуация, не будем над этим словараствовать, но мы понимаем, что если наши упертые политологи в кавычках и наморощенные всякие эксперты продолжают с умным видом говорить, что вот это израильско-турецкое то да сё, ну, газеты надо читать, граждане иногда хотя бы, и не только российские. Так вот, мы видим, как быстро меняется ситуация в Иране. Мы увидели, что Иран вдруг помирился с Саудовской Аравией, причем все наивно посчитали, что это на самом деле китайское такое великое чудодейство. Нет, на самом деле эта работа велась давно и велась с Соединенными Штатами Америки через Оман. Но Соединенные Штаты Америки, увидев желание Китая к этому иметь отношение, они как бы на некоторое время отошли в тень и Китаю дали вот эти лавры сорвать. Почему бы нет? Потому что с Китаем не надо ссориться там, где не надо. Они не устроили сцену ревности, и Китай возложил на себя такой венок миротворцу очень хорошо. Но главное, что один из врагов из Ирана, Израиль, находится в тяжелейшем политическом кризисе. Другой из экзистенциальных врагов Ирана, Саудовская Аравия, вдруг с ним резко помирилась. Вчера мы читаем, что о чем пишет министр иностранных дел Ирана в Твиттере, что спустя несколько часов после Нового года мы все бросили и сконцентрировались на Кавказе. Выкладки экспертов, как прошлогодний снег, они уже растаяли. Кому нужна война? Война нужна только одной стране, это России. Почему? Потому что единственный способ для России где-либо задержаться, это война. В Молдове они, потому что там военная база в Приднестровье. В Армении Россия существует только благодаря тому, что существует военная ситуация между Азербайджаном и Армении вокруг Карабаха, Сюники и так далее. Убираешь войну и России нет. Потому что начинается в мирных условиях соревнования экономических систем, здравоохранения, образования, культуры. А в какой из этих областей Россия конкурентоспособна? Даже в области продажи оружия, как показала сначала 44-дневная война, а затем и война в Украине, Россия и потерпела поражение. Поэтому для России война это единственный способ вести политику сейчас. Что она собственно и делает. Но все войны заканчиваются. И для России они заканчиваются в последнее время очень однообразно. Афганская война, Чеченская война и вот Украинская война тоже. А почему Алиеву выгодна вот эта ситуация? Вы говорите, вот он выступает, он нервничает, он кричит. Выступать в роли вот как начищенного оружия. Он в любой момент может выстрелить. Нет, ему это невыгодно. Он пытался уйти из-под этого. Но он сделал неправильную ставку. В 2020 году ему показалось, что он поймал Бога за бороду. И он обладает такими великими и надежными партнерами, как Россия и Турция. И вы помните, он даже походкой своей, выражением лица счастливым, он просто излучал вот это политическое счастье и превосходство. Он потрясал кулаками, махал пальцем. Все это смешно немножко выглядело. Но думали, ну вот человек войну победил, у него такие союзники. Где эти союзники? Мы только что об этом говорили. Россия погребена под санкциями, Турция погребена под руинами землетрясения. Путин, Эрдоган. Да. Ни Путин, ни Эрдоган никакого политического будущего не имеет. Эрдоган явно не будет переизбран, скорее всего. Говорить о Путине вообще после Гагского приговора о том, что это международный преступник, который подлежит аресту в 123 странах мира, вообще несерьезно. И вот Алиев оказался... Ну, с чем он оказался? С надеждой на не Таньяху? На Таньяху? Ну, боже мой, ну, пусть надеется... Нет, конечно, он не надеется на Натаньяху, потому что Натаньяху никогда не сделает того, чего ему не позволят сделать Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты не позволят этого сделать. Соединенные Штаты для Ирана готовят совершенно другую участь. Они готовят Ирану участь просвещенной монархии или либеральной демократии с мусульманским уклоном. Как при Шахе. И уже показывают, по Европе идут кастроли вынутого из политического запасника Пахлави Розазаде, младшего сына Шаха, который говорит о том, что он готов взять на себя ответственность за свою страну в случае смены режима. Поэтому и этого, конечно, Россия ужасно боится, поэтому она надеется на войну. Очень коротко, правда, тема очень большая. Вы очень интересную заметку у себя на странице Фейсбук написали. Сказали, Си едет в Москву, а премьер-министр Японии едет в Киев. Да, кстати, ничего особенно страшного в том, что Си поехал в Москву, нет. Потому что надо меньше, повторяю, смотреть российский телевизор. Многим казалось, что Си сейчас приедет, даст им китайские дивизии, танки, несметные ракеты, самолеты. Нет. Си вообще не за этим ехал. У него совершенно другая повестка дня, и надо просто понимать эту великую древнюю цивилизацию китайскую. Она не для того поехала, чтобы показать Америке, что она будет поддерживать Россию. Нет. Во-первых, на чем знать с конца. Если до визита Путин говорил о том, что мы стратегическими партнерами будем, теперь не с Европой, а с Китаем. Это слово в слово некоторые комментаторы говорили, мы готовы поцеловать китайский халат, лишь бы не склоняться перед европейским цилиндром. Это слово в слово повторяло ту глупость, которую сказал последний византийский император за неделю до штурма Константинополя в 1453 году. Было сказано буквально следующее. Я готов склониться перед османской чалмой, перед турецкой чалмой, но не перед папской тиарой. Потому что Рим тогда предлагал помощь крестоносцами, и гордая Византия сказала, не надо. Через неделю Константинополь был взят, и эти гордые головы были не в папской тиаре, и не в султанской чалме. Они голые боссы были четвертованы, обезглавлены, и их головы висели на стенах Константинополя. Вот приблизительно то же самое происходит и сейчас. Но Китай приезжает в Россию, приехал в Россию, он сегодня уже уезжает, китайский президент, новый император Си уже уехал, для того, чтобы показать, что он способен быть миротворцем. Это великая держава, которая может навести мир, а не способствовать войне. И потрясающую фразу сказал Путин, вот на нее надо обратить внимание, прощаясь с Си, он сказал, мы являемся поставщиками стратегического сырья для Китая. То есть великая Россия, наследница Великого Советского Союза, когда Сталин по-отечески снисходительно похлопывал по щечке Мао Цзэдуна и говорил, ну вот мы как старшие братья вам поможем, там хлебом немножко, рисом, да, ну и вот бомбы атомные тоже дали им срисовать и потом сделать у себя. Так вот сейчас все наоборот. Си приехал принимать парад победы. Он принял парад победы, вытер аккуратно ноги, костюм Путина, и Путин покорно сказал, мы стратегическое сырье вам продаем. У Китая есть откуда покупать газ и нефть и без России. Поэтому они просто согласились по очень дешевой цене, почти по себестоимости продолжать немножко подкупать, чтобы вы продолжали жить, потому что Китаю не нужен быстрый распад России. Он сейчас никому не нужен, и американцы тоже не особенно спешат. Но все надежды России на приезд китайских спасителей, они рухнули. Вот почему этого бояться не надо. А японцы приехали, подарили Украине полмиллиарда долларов и сказали, что с удовольствием примут участие в послевоенном восстановлении Украины. Спасибо. Вернемся последнее, буквально последнее, чтобы обобщить сегодняшнюю беседу. Вот вы обрисовали ситуацию с Россией. И опять смотрим в регион. Вы говорите, здесь война нужна только России, считаете вы. Как вы думаете, будет ли Россия что-то предпринимать здесь? Если сможет. Если сможет. Россия пытается предпринимать что-то везде. В Молдове. Там были очень серьезные пророссийские выступления, хорошо оплаченные. Там привезли отряд спецназа. В Грузии она почти довела ситуацию до кипения, но грузинский народ мужественно отбросил эти поползновения. Ну, Запад, в принципе, стоял за спиной. Да. Хотя Запад очень строго относится сейчас к Грузии и очень жестко. Он все время давал знать, что я здесь стою. Я здесь. Более того, мы с вами говорили о том, что посол США одел форму американского полицейского и вошла в свою речь в парламенте в очень необычном виде. Здесь. В Армении. Здесь. Ну, достаточно внимательно читать, скажем, телеграммы Блинкина. Только переговоры. Это означает, мы не допустим войны. Что он говорит помимо телеграмм Алиеву и Пашиняну, можно догадываться. Но я немножко больше знаю, просто потому что иногда Пашинян нам об этом рассказывает. Но в сущности никаких секретов здесь больших нет. Американцы считают, что Армения это демократическое общество. Я думаю, что это государство крайне необходимое в этом регионе, которое 25 лет на минуточку не потребляло безопасность, а производило безопасность. А безопасность это самый ценный продукт в мире. Наша армия 25 лет худо-бедно сдерживала войну. И если бы не вмешательство России в 2020 году, мы бы не потерпели такого чудовищного поражения. Как впрочем, Алиев прекрасно знает, что убери отсюда российский фактор, и вся его хваленая армия посыпется как карточный домик. Я не призываю к новой войне. Мы и без войны сможем добыть себе достойное и в этом смысле победоносное существование. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что вы слушали Тиграна Хазмоляна, председателя Европейской партии Армении. Беседу Вилага и Анна Ракеляна. Всех благ. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok